Наше время найти хорошую девушку. Забудь об этом, чувак, такой нет в природе. Полагаю, не все мужчины согласились бы с такой точкой зрения. Но здесь нужно понимать, что у мужчин спрашивать никто ничего не собирается. Зачем ты ей дал слово? Виноват. Если он ездит на Лексусе и хорош в постели, это одно. Шлюха! Но если перед вами лузер, то и поступать с ним нужно соответственно. А что конкретно вы имеете в виду? Я вижу четыре способа обращения с мужчиной лузером. Во-первых, он должен быть грузчиком. Продукты, мебель, принтеры, тампу всякие таскают. Но самое главное, должен носить на руках нас, женщин. Заодно и подкачается. А может лучше слезнешь немного медовой патоки с моего члена? Забавно. А что еще? Второе мужчина это предмет интерьера. Я чур диван! А я скотч! А интерьер должен нас украшать. Парень просто обязан, например, подходить к платью. Подруги обзавидуются, это всегда приятно. Тем более, что в наше время создать модный лук бойфренду, это не так уж сложно за его-то средство. Мужики, в этой стране какая-то эпидемия шлюх-вымогательниц. И каждый вечер я включаю новости и жду, чтобы кто-нибудь уже обратился с посланием об этом. Каждую ночь, но в ответ тишина. И на каждом концерте я говорю об этих шлюхах, и люди смотрят на меня, будто я рассказываю про снежного человека. Так ведь? Будто я заявляю, что луна состоит из сыра или типа того. Я говорю о шлюхах, народ! Они же повсюду! Парень-лузер Бесплатный водитель, мальчик на побегушках, который никуда от вас не денется. И чем вы с ним наглее, тем лучше. Что бы вы сказали, Дрю, в ту ночь? Беги, сука, беги! Это все рекомендации? Нет, есть еще одна. Парни, они как шмотки. В смысле? Менять их нужно раз в сезон. Заказывай ковровую дорожку к своей заднице и табличку открыто. Дела говно. Дела говно. Но от тебя я трахнул. Все равно. Все равно. А-а-а-а. Все равно. С-С-С-С-С-С-С-С-С-С-С-С-С-С-С-С-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Tsch! Продолжение следует...